Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! Мне кажется, за слишком халатное отношение конкретно к доте, конкретно к своим оппонентам. Нави взяли пик, который по идее должен был выносить всех ногами вперед, а по факту Нави сами все время были ногами к выходу на протяжении почти всего матча. Ну и на данный момент у Нави есть тяжелая артиллерия, есть гирокоптер для хвоста, есть фаник на Тимберсоу, Дэнди забирает себе квапу. Взяли тех, на ком умеют играть. Санейка будет играть на Рубике в лучших традициях Кроку Арт Стайл, берет себе Найт Сталкера. И то уже неплохо. Ну, всего по чуть-чуть, вместе в принципе должно быть очень интересно. Спартана видят, Спартан вкачал Дизрапшн, фаник его не догоняет. Тимберчейн не качал, даже если прокачал бы, ну и толку. Все равно отправился бы в Дизрапшн, там, конечно, зацепить было нечему. Нави должен был первым идти Рубик, но Санейка не шел. Первым-первым шел фаник. За это, собственно, по этому время потратили, никого забрать не смогли. Со стороны команды Лондон Конспирейсит не менее тяжелая телерия. Мадара играет на Фантом Ланцере. Да, для гирокоптера нормальная цель, то есть Флэк Кэннон свое дело будет делать, это все понятно. Но кроме гирокоптера еще есть куча ребят, на которых, если Фантом Ланцер выйдет, разорвет, даже не почувствует. Я говорю о Найт Сталкере. Найт Сталкер точно отъезжает. Рубик, например, цель очень желанная. Ну и есть в Лондон Конспирейси, помимо Мадары, еще инвокер на Мидлейн Кайзер у нас. Это у нас экзортовый инвокер. Экзортовый инвокер, который наваливает у нас по фанику Скайларк. Теперь Кабан начнет наплевать по фанику. Тимберчейн фаник не качал. Ну и уходит фаник на хайграунд. Тут просто география спасла фаника от убийства. Со стороны команды Лондон Конспирейси. Скайларк на Бестмастере уходит в сложную линию. Мидлейн будет для Кайзера. Кайзер играет в экзортовый инвокер. Наконец-то у Нави шанс появился. Экзортовый инвокер тут от Квапы должен, по идее, сгореть вообще. И в первую очередь от стыда за то, что он экзортовый, а уже потом от Шадоу Страйков, которые будет Квапа нон-стоп в него заливать. Дэнди должен максить данный скилл. Потому что Кайзер Регена имеет тут по минимуму, благодаря своей крутейшей идее пойти в экзорт. Ну и Санстрайк уже есть у инвокера. Им еще попасть нужно. Ну и по саппортам. Спартан забирает себе Шадоу Демона, а Кунка для С2-2-4-Джей. Ну и триплу Нави отправляют в сложную. Хвост плюс Санейка плюс Артстайл. И Кайзер продолжает гореть. Кайзер, мне кажется, уже сожалеет о своем решении. Ну раз пошел в экзорт, иди в экзорт. Понятно, что и комба была тут под экзорт. Крик от Бестмастера, Дизрапшн от Шадоу Демона. Ну вы понимаете, да? Дизрапшн плюс Торрент плюс Санстрайк. Примерно так это все должно действовать. Если попрет, конечно, будет классно. Если не попрет, то экзортовый инвокер будет плакать огненными слезами. И делать тут больше и нечего. Теперь надо просто гнобить у нас Спартана и гнобить у нас Кунку. Ну и инвокер, разумеется, тоже должен за свою наглость получать. Бестмастер наполучал у нас от Фанника. Фанник тоже не первый раз у нас играет на Тимбере. Поэтому Фанника дела должны более-менее приятными. Вот и первая комбинация. Санейка. Ловит у нас Дизрапшн, ловит Торрент. Санейка уходит. Санейка очень сильно битый, но живой. Спартан на лоу ХП. И ФБ для команды Нави. Гирокоптер как раз под Торренты врывается. Еще и Торрент от Кунки пошел. Гирокоптер дальше не полез, хотя был шанс развалить еще раз своего оппонента. Рокет Барашт у нас откатился у хвоста. Ну первый фраг Нави делает. Пока что данный рассказ переживать можно. Санстрайк второго левела, то есть с двумя экзортами. Не так мощно бьет, чтобы, например, даже Рубика на ранних этапах слить. Дальше, понятно, инвокер будет помощнее выглядеть. И санстрайки будут помощнее. Ну и комбинацию вы уже видели. Дизрапшн, Торрент, Санстрайк. Убивает сразу? Хорошо. Не убивает сразу? Разворот и бьем им лица. Мадара. 400 голды есть на руках. Есть танго, есть хилинг селф, стаут шилд, ринг оф протекшн. Есть вариант. Хотя нет никакого варианта. Ринг оф протекшн у нас для Аквилла Мадаре. Я тут испугался, что может быть это будут транквилбутсовые фантом лансеры. Это печальная история. Ну и Фанник нормально себя чувствует против Скайларка. Ну и Скайларк по сравнению с прошлым матчем, где он тут просто не подходил к крипам до шестой минуты. Даже не видел их издалека. Теперь немного более-менее поинтереснее ситуация у него. Немного более-менее. 12-4. Счет у него так. Проседает по хп у нас Кайзер. Разваливает Рубика, но сам умирает. Квапа забирает фраг на мидлейн. Разменяли Рубика на инвокер. Достаточно серьезный и полезный размен для команды Нави. Мадара через Доппергангер уходит у нас под собственный Тауэр. Ну и Хвост через Рокет Бараж, через Флэг Кэнн. Выдумывать здесь нечего. Хуминг Мессил не в кого юзать в принципе, потому что у Мадары есть Доппергангер, а у этого парня есть Дизрапшн. Дизрапшн. Ну, Санейка под Раскаст попал. Мадара на лоу хп. Мадару могут добить. Мадару в итоге убивают. Артстайл забирает этот фраг, еще становится 3-2 и будут дальше гнать Кунку. Через 2 секунды будет Войт. Тут просто надо подсветить Артстайл. Забегает у нас на Кунку. Войт не идет от Артстайла по Кунге, потому что нельзя было поймать их хвост. Застрял в крипах. И Торрент тебе хвост под ноги. Нет, хвост у нас уходит. Уже близко находится Мадара. Но Мадара не побежал бы за хвостом. Во-первых, здесь есть Артстайл с файдом. Во-вторых, и хвост. Тоже на развороте мог бы неплохо настрелять. 2-3 счет. Нормальное. Начало 4 минуты, 5 фрагов. 2000 выигрывает Нави по золоту. 1500 они выигрывают по экспириансу. 20 на 15. У Дэнди 20 на 3 у хвоста. И Скайларк 18, 9 на 20, даже на 7. И Фанник на Тимберсоу 17 на 4. У Фанника вторая пила. Второй Тимберчейн. Ну и первый Реактив Армон. Сразу от Кабана еще и Курьер у нас получил. Фанник приносит себе Боттл. А Квин оф Пейн в это время забирает Инвокера на мидлейне. Артстайл начинает гонять здесь Спартана. Застреет Артстайл в крипах. Артстайл отдается. Но Мидера загнобили. 4 на 3 у Инвокера. Экзортового Инвокера. Кто бы мог подумать. 2-2 смерти на пятой минуте. Не может быть. Неужели это все правда? Это абсолютная правда. Инвокер экзортовый. Не устану повторять. Жуткое зрелище. Жуткое для команды, в которой он играет. Для Паба все это классно. Фанник начинает настреливать по Бестмастеру. Очень быстро развалили. Рядом с Кабаном теперь у нас Бестмастер валяется. 3-5 счет. 2,5 тысячи Нави. Нави мне напоминают противостояние Альянсов против Форенкерсен Си Кептон. Первую игру провалили. Не поняли, как это так. Мы же все из себя такие Нави. Как мы могли проиграть игру. Так же было с Альянсом. Ну и теперь вроде как Нави пободрее. Артстайл ловит Санстрайк на лоу ХП. И Артстайл возвращает еще и на крест. Артстайл в другую сторону. 13 ХП. Артстайл умирает. 4-5 в пользу коллектива Нави. Но Артстайл что-то непозволительно. Часто умирает. 1-2-2 счет у него на данный момент. Крипов вообще не убивал. 5 денаев по чуть-чуть. Так, давайте Нетворд смотреть. Первые 3 места за Нави. На первом месте в составе Лондон Конспрессии этот несчастный инвокер. Поймали у нас Фаника под Санстрайк, под Торрент. Вот вам и несчастный инвокер. Бестмастер туда еще и топоры забросил. Шадоу Демона 4-й левел. У Кунки 2-й левел. Мадара у нас по соп по вражеским кустам. Решил побегать от хвоста. Ну, ловить его можно было бы, но мувспида я смотрю маловато. Это 340-365. Можно и поймать. Да-да, это с Шадоу Страйк. Ну, хорош. Остановили Мадару. Мадара Дуппельгангер будет не скоро. До Рошана не доходит у нас Мадара. 6-6 становится счет. Гирокоптер. Второй фраг уже делает хвост. Сам не умирает. Это безусловный плюс для Нави. Ну, и где-то по голде они все еще держатся в позитивном показателе. 2000 выигрывают по золоту и 1500 по экспириенсу. Артстайл на хайграунде. Видит Кайзера. Кайзер Артстайла не видит. Втроем игроки команды Лондон. Конспирессия на мидлейне. Теперь будут Дэнди ловить, как я понимаю. Ну, согласитесь, комбак, конечно, хорошо дамажащая. Санстрайк с третьим экзортом для Кайзера. Бьет Санстрайк у нас по 225, а дальше будет по 475 бить. То есть, рассказ-то очень серьезный. Понятное дело, что тут посильнее станут игроки команды Нави и не будут сливаться. Но и Торрент будет бить сильнее, и Дизрапшин у Шадоу Демона станет поопаснее с левелом. Ну, и опять же, опять же, опять же. Никуда Солкетчер у нас не девался. И Спартан его максит на втором левеле Солкетчер, на первом Шадоу Пойзон, на первом Дизрапшин. Так будет, скорее всего, и дальше. Фаник пока что посильнее Скайларка выглядит. 30 на 10 у него, 33 на 9 у Фаника, плюс Фаник в соло убивал у нас уже Бестмастера. Ну и подходят к Фанику Шадоу Демон плюс Кунка. Будут ловить его. Тимберчейн, из-за Фаник, просто уйти отсюда. Правильно, не о чем вообще разговаривать с Триплой, вас больше я к вам не лезу. Так, у Фаника уже соло ринки есть. Есть Пурмен Шилд, Бутсов Спид, Боттл. Ну, для Фаника все, в принципе, относительно неплохо. По ной творчеству он занимает третью позицию. На втором месте у нас Дэнди. Так, поднимают у нас Спартана. Ну и Спартана, скорее всего, убьют здесь. Санстрайк пошел у нас по двоим. И Торрент у нас по двоим. И кулдаун пошел от хвоста. Кост начинает драться против Кунки. Кунка умирает. Келлинг спри от хвоста. Келлинг спри от Дэнди. На лох ЭП здесь Спартан. Беги, Артстайл, беги. Артстайл забирает Спартана. 3 в 0 закончился 5. Да, тут сильно досталось. Коллективу Нави под Санстрайк, под Торрент попали. Но на двоих все разделили. А значит, можно жить. Артстайл остановил у нас Скайларка. Тауэр у нас переагривается на хвоста. Скайларк на лоу ХП. У него есть топоры. Кстати, еще и задуть может по Артстайлу. Скайларк уже летит сюда в Фантом Ланс. Мадара 1.3 идет. Это безусловный плюс для Лондон Конспирейси. У них 3000 плюс, минус точнее по золоту и 3000 по экспириенсу. И ситуация не самая приятная на девятой минуте. Тимберсоу фармит. У Тимберсоу появляются Аркан Буцы. Фаник готовится скорее, ну не скорее всего, а точно выйти в Бладстоун. В итоге эти Аркан Буцы разберутся. И понятное дело, что Фаник соберет себе Бладстоун. Кайзер приобретает себе Хэнд оф Мидас. Ну и с этим Мидасом, конечно, дела получше будут у Инвокера. У Инвокера уже 4-го левела Экзор. Уже 287,5. Дэмэдж у него от Санстрайка. Для Дэнди, например, много. Для Артстайла не очень. А вот для Санейка вообще невывозимо. Пошла погоня у нас за Скайларком. Праймал Рор только через 5 секунд. За эти 5 секунд его бы убить. Нет, никто не убивает. У нас Бестмастера Бист просто уходит. Ничего сделать не смогли. Бестмастер, он еще и отхилился. Фуловый Бист уходит и смеется над командой Нави. Ха-ха-ха. 10,5 минут сыграно. Нави 3 по золоту, 2,5 по экспириенсу. Ну и вроде бы Нави давят, а с другой стороны свое-то выфармливают. Например, Бестмастер, у него 3,250-3,300 по фарму. Он немного отстает от Фаника, но это тоже не критично. Вот, Бестмастер-то у нас пойдет в Некра, пока Фаник будет Бладстоун собирать. У Бестмастера будут Некра, которые будут за Бестмастера решать все вопросы. Ему даже выдумывать тут ничего не надо. Бладстоуны какие-то, какие-то там Шивосгварды. Плевать вообще хотел. Красный Некр сделает все за меня. Так что тут не так сильно Бестмастер зависим от денег, как от них зависим, скажем, Тимберсоу. Мадара выигрывает, ой, зарабатывает на данный момент 3,100 всего лишь. 4,800 у хвоста, 3 пла 100% от Нави выиграна. Комба не зашла, как они ее не пробовали, эту комбу. Лондон Конспирейс, я так понимаю, она где-то сработала, раз ее здесь решили проюзать. Но она, как по мне, не зашла. Нави убивают больше, чем это делает Лондон Конспирейс. И когда берется такая комбинация, Дизрабшен, Торрент плюс Санстрайк, она должна работать со старта. Она должна со старта уничтожать соперника, не давать ему выформить левел, заработать деньги, купить артефакты, вложить в недвижимость. Ну, то есть, без денег и без опыта должны были оставить соперника. По факту, Нави переформили по всем позициям своих оппонентов. Три первых места занимает Нави. Вот, и по экспе тоже Нави впереди на 2000. Золото 3 с копейками. Мадару оставили в соло поформить. И поняли, что неправильно поступили. И возвращается Нави на нижний лайн. У Тавара тут меньше половины хп. Можно подпушить, можно забрать. У Артстайла уже есть тапок, уже есть Урн оф Шадоус. Ночь у нас на дворе, поэтому Артстайл должен начинать драться. Спартан спрятался в кусты. Вижена по нему нету. Ой, курьё увидел крип. Спалил у нас в Спартанах. Вот знает, что здесь у нас Спартан. Просто через Рокет Бараш и через Фейт Болт. Ой, какой хитрозадый крип. Крип просто увидел каким-то образом Шадоу Демона. На секунду тот, видимо, появился. И крип пошёл, а не проверить ли мне, что там в кустах находится. Артстайл отцепляют. Торрент, Санстрайк. Санстрайк по хвосту. Здесь кулдаун очень мощный от хвоста. Минус 2 делает Нави. Забирают кунку, забирают Шадоу Демона. Комба явно не зашла. Ну и теперь, конечно, Нави могут понести своих оппонентов. Да, для Лондон Конспиресси не всё так радужно, как хотелось бы. Фанник в это время перемещается на Мидлейн. Сюда же и Кайзер подошёл. Что с Санстрайком такое, инвокер? Что не так? Экзортовый инвокер. Ну это класс экзорт. Всё равно от этого мне как-то не легче. Торрент по Артстайлу, Санстрайк по нему. Да, это работает. Это работает. Для этого, правда, много должно быть всяких обстоятельств. Много совпадений. Но, тем не менее, это работает. Нави теряют Артстайла. Артстайл отправляется в таверну уже третий раз. 3-3-2 счёт у Артстайла. И 14 минут у нас сыграно. Нави менее 5000 по золоту и 2000 по экспириенсу опережают своих оппонентов. Хвост видит Мадару. У Мадары есть Доппельгангер первого левела, правда. Но и этого хватит. Уйти можно будет. Дэнди прыгает за Мадарой. Scream of Pain. Shadow Strike не стал юзать. Понятно было, что Доппельгангер его заиведит. Даже не стал разводить его. Фаник в это время умирает от Инвокера. Опять это суперкомбинация. Где этот Фаник? Ну, где Кунка, наверное, где Shadow Demon, там и Фаник был. Да, Фаник у нас рассыпался на топ-линии. Ну что, Бейсмастер в это время убивает Геррокоптера. Хвост подарил себя на всё том же топ-лейне. Праймал Рор, разумеется. Ну, 900 голды просто подарили Геррокоптеру. Фаник возвращается на топ-линию. Арт-стайл, если что, уже здесь. Ну, в соло Арт-стайлу, например, против какой-то серьёзной комбинации не посражаться. Хотя Спартана, например, почему бы не развалить? Спартан здесь спрятался в деревья. Пингует по Арт-стайлу, по Фанику. Ну, видят Спартана. Приехал у нас. Спартан в Disruption, наверное, себя будет прятать. Нет, нет, не получилось. Доминейтинг для Дэнди. Дэнди в другой части карты убивает Кунку на мид-лейне. А здесь Тимберсоу забирает Шадоу Демона. 9-13 становится счёт. Немного Нави по голде заработали. Хотя, видим, что и потеряли. За хвоста и за Фаника очень много. И по экспе они уже проигрывали тысячу. По голде тоже с пяти до двух скатились. Хвост в это время. Блейд оф Алакрити, Бэнд оф Элвинскин. Сейчас будет уже готовая Яша. Есть Драма оф Эндеранс, есть Ринг оф Аквила. ПТ для хвоста. Вражеские леса выформил. Заработал себе на Яшу. Теперь можно лететь спокойно и драться. Но я думаю, Сэнжин Яша для Геррокоптера. Бесмастер в это время Дэнди забирает. А что такое? Бесмастер собирает все стрики вообще на карте. Забирает Дэнди и у Дэнди еще и отбирает Доминейтинг Стрик. Сам становится Доминейтинг. Третья позиция для Скайларка. Отыгрывается, видимо, за прошлый матч Скайларк, где был вообще без фарма. Ему совсем немного остается, чтобы обогнать хвоста. Фаник проседает по хп. Фаник разваливается. Мадара дальше у нас пошел гнать Артстайла. Птичка висит, Вижен есть. И у Мадара через секунду будет еще одно копье. Еще раз подсловили Артстайла. Ну и дальше. И Доппельгангер теперь вперед. И Артстайл тут, скорее всего, приехал. Через секунду будет копье. Копье полетело в Артстайла. Но теперь с мувспидом можно. Тут Торрен. Никуда Артстайл у нас не уходит. Фантом Лансер забирает этот фраг. Счет становится 14-12. Тимберсоу слился. Артстайл слился. Тысяча голды. В этом файте зарабатывает Лондон Конспиресии. Тысячу четыреста по экспириенсу. Как теперь драться? Пес вообще его знает. Кунка проседает у нас по ХП. Торрентик просто. И еще и кораблик, чтобы побежать побыстрее. Ну и Кунку не забрали. 12-14. Нави по золоту должны проигрывать. 2000 по экспе. Они уже проигрывают по золоту. Графики движутся в пользу греческого коллектива. И теперь непонятно, что вообще делать. Команде Нави они сливают катку. 880. На руках у Хвоста. Надо собирать какой-то классный артефакт, который позволил бы Хвосту нормально файтиться. Кайзер в это время Квинну в Пейн забирает на мидлейне. Просто как не переключишься, как на секунду их не оставишь, обязательно кто-то сольется. Так, что такое? Одни Некра и вторые Некра. Тут Некра у нас у Бестмастера уже есть первого левела. Ну и у Кайзера тоже есть Некра. Некра второго левела. Пачками крипов Хвост тут станет просто бесполезным. Да и Дэнди, если задует у нас Некров. От двух пачек, от двух красных Некров, понятное дело, что рассыпется. Фанник на Форгидов вышел. У Форгидов развернулись и ушли отсюда. 13-14. Золото Нави. 0. Экспириенс 2000. Нави проигрывают. Хвоста увидели. Хвоста остановили. Санстрайк Торрент. Смотрим на хвоста. Разорвало еще до Торрента. Одним санстрайком инвокер справился. Спартана убивают. Пока что один в один файт. Корабль врывается в Санейка. Ну и крест юзает у нас Кунка. Торрент к себе под ноги. Кунка до Рошана не дойдет. Кунка у нас Торрент провязал на себя. На случай, если что, бейбэкнуться и вернуться. Правда, денег у Кунки нету. Никто у нас никуда не вернется. Фаник против двоих. Пошел крик у нас от Дэнди. Развалили Скайларка. И Фаник на лоу хп уходит. Спиритланд в спину. Мадера юзает у нас доппельгангер. Мадера выживает. Мадера выживает. А Дэнди на лоу хп отсюда уходит. В четвером Na'Vi сливаются в этом файте. Теряют игроки команды Лонг Конспиреси только двоих. Они опять зарабатывают. Троих точнее. Они зарабатывают больше, чем Na'Vi. В файте. По голде они уже обгоняют. По хп они уже на 200 копейками тысячи опережают украинский коллектив. Ладно, давайте по артефактам пробежимся. Слишком грустно тут о статистике говорить. Артстайл. Тысячу голды на руках имеет. Есть урнов шадос. Есть бутс оф спид. Надо грейдить тапок артстайлу. Гирокоптер. Приобретает себе огурь Клабхвост. У него уже есть Яша. Ну и до Сенжин Яши осталось 400 голды. Рубик в это время ничего не имеет. Аркан бутсы только для Дэнди. Уже есть Аганим. Есть Нолталисман. ПТ. Боттл. Всего по мелочи. Артстайла мы видели. Здесь видели. Видели. И Тимберсоу с Бладстоуном. Бладстоун с семью зарядами. Клоак есть. Есть Боттл. Есть бутс оф спид для Тимберсоу. Глимеркейп, я так понимаю, будет у нас для Фаника. Теперь по команде Лондон Конспиресси. Третий Некра для Кайзера. Есть у него Хэнд оф Медас. Бутс оф спид. Две тысячи на руках. Сейчас у Кайзера будет, например, Оркит. И тогда у меня очень много подозрений, что Дэнди просто-напросто не алёвует. В это время забирают у нас Рубика. Торрент, Санстрайк. Дизрапшн. Торрент, Санстрайк. Санстрайк бьёт очень-очень сильно. 475. Конечно же, Рубику тут не вывести. Такое количество дэмоджей. Со стороны Бестмастера. Есть первая Некра. Вот они и Некра на Фаника нападают. Тимберчейн от Фаника. Фаника отсюда уходит. Пошёл файт. Метеор падает от Кайзера. Никто пока из Нави не умирает. Кулдаун от Хвоста подсловил одного и второго. И забрали Бестмастера. Забрали также Кунку. Фанник будет дальше за Шадоу Демоном гнаться. Тимберчейн на хайграунд. Минус Шадоу Демон. Даблкилл Фаника в этом файте. 3-0 дерутся Нави. Счётом того, что потеряли Рубика. 1460 по золоту. 2200 по экспириенсу. Вспомнили, как клуб называется. Найерс Боттон Холлит из умерения. Найди! Так, по артефактам теперь команды Лондон Конспиресси. Пока у нас Роха там падает. Но здесь не очень хорошо дела идут у Фандом Лансера. У него 4-ый Нетворс на карте. Хотя и Диффуза уже приобрёл. У Индифакт Била есть. Драма Фендеренс. Пауэр Трэдс и Мэджик Вон. Санейка просто на куски разорвала беднягу. Корабль приземляется в Дэнди. Дэнди туда блинканулся очень даже удачно. Налого ХП здесь Кунка. Кунка разваливается. Фанник уже килингспри. На Скайларка врыв. Скайларк наорал на хвостах. Хвост без Аэгиса. А кто с Аэгисом, кстати? С Аэгисом Дэнди, скорее всего. Нет, нет. Дэнди тоже без Аэгиса. Ладно, потом посмотрим. Фанник налого ХП. Минус Фанник. Отставил, если забирают. Это Тим Вайп. Это конец игры. 23-21. Тим Вайп от команды Лондон Конспиресси. Они разорвали Нави просто на куски. 1900 по Галде. 860 по Экспиренсу. Сейчас я посмотрю. У кого там... У кого там Аэгис? Наверное, был он у Нави. Скорее всего, Аэгис был... У Нави. И... Это означает только одно. Это означает, что шестерых забрали Лондон Конспиресси в этом файте. Это означает, что Нави не тащит, к сожалению, при Великому. 2500 по Галде. Лондон Конспиресси. Более 1000 по Экспиренсу. Также в их пользу. Ну и Тим Вайп от них. Тим Вайп. Нави неплохо подрались перед этим. Троих забрали. А после этого в пятером слились. Ну и согласитесь, 5 всегда больше, чем 3. Мадара приобретает себе уже Яшу. Есть у него Диффюжал Блейд. 600 голды. Бестмастера есть Даггер. Есть Некрономиконы 2-го левела. Праймал Руар тоже. Сейчас активный в Инвизе Бестмастер. Некра у нас, если были бы не в КД, то забирал бы Артсайд. Артсайд провязал ульту. Понятно, что по нему пингуют. Понятно, где он находится. Ну и расходятся все. У нас Кунка просто убегает. За Кункой будут бежать. Дэнди за Кункой. Еще и на хосте здесь Фаник. Корабль пошел у нас от Кунки. Кунка от колдауна умирает. Умирает также здесь еще и Шадоу Демон. Ну и корабль теперь у нас от Санейка. Фаник на хосте. Дальше. Крипов разваливает. Тавер команда Нави будет забирать. НС забирает у нас Тавер. И в Артстайла 1100 по золоту. Я поражаюсь способностью Нави сливать все преимущества за 10 секунд. Да, это, конечно, скилл, равному которому просто в мире нет. Наверное, надо давать какую-то премию за неоправданные надежды и разбитые мечты всех болельщиков. Так получилось. Ну что, Фаник под торрент Санстрайк. Вот Санстрайк. Санстрайк неточный. Но Праймал Руар от Скайларка неточным быть не может. Фаник без маны. Фаника здесь убивают. Фаника 6 зарядов в Бладстоуне. Фаник с двумя с половиной тысячами золота на руках. Есть у него Боттл, есть Пойнт Бустер. Вот, что-то бы приобрести, а пес узнать, что приобретать. Скади, Аганим, Аганим, скорее всего, да, приобретает Фаник у нас. Баланар все-таки взял Аэгис, я не наблюдал. Там в горячке кто угодно мог бы ее взять, чтобы не разбили ее в Лондон конспирессии. И хвост бегает у нас от Некра. Артстайл добьет Некра, получит по голове. Половину хп сливает Артстайл на Некрах. И теперь его Кабан с другим Некром будет просто сжирать. Артстайл, вейкап. Это уже не та дота. Ай. Мандары, 2.800 на руках. Манта ставил вот-вот уже. Инвокер дал у нас Санстрайк. Это все по Фанику. И Фаник опять отправится в Таверну. Скорее всего. Нет, Тимберчейн взяет Фаник. Под пользу на... Короче говоря, под отравой от СД. Сильно просил по хп, но не умирает. И это, конечно, плюс. Потому что сливать тут хп, ну... Издевательство какое-то. Глиммер Кей подкладывается до лучших времен. Фаник у нас готовится выйти в Аганим. Судя по количеству денег, которые у него есть, которые он не тратит. Скорее всего, Фаник ждет, когда 3000 капнет и принесет себе Аганим. В это время Манта Стайл появляется у Мадары. Еще и 500 сверху осталось у Мадары на сдачу. Ну, всего нормально. Статов много. А что там хвост? У хвоста... А, был же Огр Клаб. Ты продал его хвост? А куда делся Огр Клаб хвоста? Я не понял. А как? Или это был Дэнди Огр Клаб? Ну, скорее всего. Или нет? Нет, Огр Клаб в БКБ улетел у нас. Гирокоптеровый. Да. Все понятно. Теперь в Санжиньяшу выходит Москвост. БКБ 10 секундный для хвоста. Понял, что лучше в него пойти, потому что... Ну, потому что Санстрайк это и торрент, и дисрапшн. Все это... Все это слишком... Все это так просто и так хорошо получается в Лондон Конспирессе, что невольно возникают вопросы к Нави. Неужели вы ничего не можете с этим сделать? Можно с этим сделать. Это 3900 стоит делание этого. 4000 по золоту в Лондон Конспирессе, по Экспиренсу 0.0 от команды Лондон Конспирессе. Они потеряли свое преимущество, а вот по голде с 5000 отставания до 4 в плюс вышли. Инвокер с левелами слабее не становится. Я объясню почему. Этот инвокер был Санстрайком, теперь он будет качать квас Векс. Теперь у него будут нормальные скиллы, уже более-менее командные скиллы, потому что убивать ему теперь не нужно. За него это будут делать Некрономиконы и Фантом Лансер. Ему больше ничего думать не надо. Две пачки Некров у Бестмастера, у Инвокера. Куча иллюзий Фантом Лансера. И Инвокеру просто необходимо сделать следующее. Ему надо максимальное время продержать в беспамятстве команду Нави. То есть это какой-то Метеор, это Бласт от Инвокера, это Торнадо, это ЕМП. Это все вообще, чем Инвокер у нас славится. На Нави очень неприятное положение. И тут я по героям смотрю. Действительно невероятно неприятное положение. Игрокоптера на 30-й минуте появляется Сэнш Эньяша. Есть также БКБ, есть Барабаны, Аквила, Пауэр Трэдс. Но на 30-й минуте может и серьезное что-то появляться. Так, Санстрайк у нас куда? Да хоть куда. Вот здесь, да, был Санстрайк? Или нет? Нет, это фонарь. Это все фонарь, то, что делает Нави. Кунка и Шадоу Демон готовы уже ворваться. Даггера, правда, ни у кого нет. Он так, в принципе, не особенно нужен. У Дэнди появляется Линка. Дэнди тут за команду всю, конечно, пыхтит. И подставляться не хочет, и убивать хочется. В это время Рубика у нас развалили. Я так понимаю, не без помощи Инвокера, да? Санстрайк был проюзан. Фанник будет гнать Спартана. Можно хотя бы попробовать. Да, Спартан много дэмэджа получает. Дизрапшн отправляет Фанника, но здесь пила стоит. Поэтому дизрапшн, не дизрапшн, плевать абсолютно. Пытается уйти у нас Кунка. Кунка уходит. Торнадо. Вот Кайзер очень удачный. Дэнди подстопили. Дэнди наорать не смог. И забрать Кунку соответственно. Разменяли Рубика на Шадоу Демон. Ну, уже это плюс команды Нави идет. Не печально это сообщать. Хвоста под тысяча с копейками уже после Сенжиньяши. Ну, по хорошему хвосту, конечно, надо уйти куда-то и фармить. А вот здесь в это время у нас Фандом Лансер. Стоит и фармит то, что должен, по идее, был выфармливать хвост. Для хвоста никто не стакает. На хвоста все забили. А Мадара просто по своему лесу, по вражеским меншентам. Мувспид огромный. Перемещаться по лайнам тоже не вопрос. Бутсов Тревел есть для Мадары. Иллюзии. Делают иллюзии. Короче, Мадара уже входит в свою раш-стадию, когда он может просто идти и бить. Шнадцатый левел Герокоптер. Третий коллдаун. Надо навязывать драку. Скиллы есть у Нави. Есть две пилы у Фаника. Навязывайте драку, деритесь. Делайте что-то. Квин оф Пейнт взяла ДД. Зачем? Непросто же походить. Подраться скорее всего. Линкен Сфера для Квапы. Линкен Сфера для Квапы, я так понимаю. Чтобы, например... Да, чтобы в Дизрапшин не попадать. Но это же... Это же как-то даже смешно. Ну и чтобы не словил сильно. Тот же Фантом Лансер. Ну и команда Нави идет по вражескому лесу. Ищет своих оппонентов. В это время Лондон Конспиресси на Мидлейне. Они не имеют возможности зайти на хайграунд. Нави под смоком заходят на Роху. А команда Лондон Конспиресси обходит. Рошана с другой стороны. Рошпит будет виден. И Птица здесь. И Птица видит команду Нави. И Нави видит, где их оппоненты. Фанник заходит на хайграунд. Кайзер. Unstoppable Streak. Забирают Дэнди очень быстро. Фанник с пилой. Бегает от Некров. Ничего не может сделать. Просто бегает от Некров. Нави. Разбегаются во все стороны. Фантом Лансер. Начинает гнать Арт Стайла. И конечно же заберет его здесь. Без вопросов. Дифьюжа Алблейд. На спину Арт Стайлу. Фантом Лансер. Монстр килл в этом файте. Хвост в этом файте не принимал участия. Хвост ушел в лес фармить крипов. Линка на хвоста. Его нельзя будет остановить под БКБ. Я вас умоляю. Команда Лондон Конспиресси выигрывает по фрагам. По голде выигрывает 6000. По экспириенсу полторы. Забирают Роху. Роха достается Фантом Лансеру. Фантом Лансер теперь еще и под Аллакрити будет бить. Фантом Лансера я не вижу каких-то проблем серьезных на горизонте. Надо только кому-нибудь собрать Владмир. Например Бестмастеру. И ходи рядом с Пейлом. Смотри как Пейл всех унижает. Потому что слот тратить Пейлу под Владмир. Наверное лишним немного будет. Ну и еще и выходит у нас в Айов Скаде. Фантом Лансер. Уже приобретает себе урубов вином. Понятно зачем. Хвост под БКБ. Ну и смотрим на хвостах. Хвост под БКБ. Под ноги себе отправляет колдаун. Мадару скорее всего без Аэгиса оставляют. А Мадар умирает. Санейка здесь рядом. Доппельгангер. Две пилы. Мадару. Иззавит Доппельгангер. Остается на хайграунде. Разваливается Нейка. Очень быстро. Живой у нас Мадару. Бласт пошел по Артстайлу. Еще и по голове кирпич. Дальше за Артстайлом. И Артстайл за Кайзером. Артстайл бьет Кайзера. Неплохо бьет. Но теперь Артстайлу надо разворачиваться. Артстайл. Умирает. Хвост. На собственном хайграунде умирает. Ракета в Мадару. Ничего еще. Хвост живет. 50 хп у хвоста. Санстрайк от инвокера. Будет нет. Будет нет. Две секунды инвокера. Ну-ка. Санстрайк по хвосту. Не попадает. Чуть-чуть совсем. Не хватило гирокоптера, чтобы вообще унизить команду Нави. 700 голды. Нави потеряли в этом файте. 1300 заработали Лондон Конспирессии. 300 они зарабатывают по экспириенсу. Приобретает уже в Заскаде себе Фантом Лансер. У него есть Дефуза. У него есть Манта Стайл. Драма Фендер. НС. Есть Ринго Факвила. Дам Фэйла. Плюс сюда. Свободный слот. Летит у нас. А в Заскаде. Мадара. Первый по фарму. У него 19,5 нетворс. 19 тысяч. После него Кайзер. Только 14 600 у нас у хвоста. И хвост стоит на своем хайграунде. С глазами полными печали. И не знает, что делать. Действительно делать по сути уже и нечего. Надо идти и фармить. И фармить вообще невероятно мощно. Но где фармить непонятно. Лондон Конспирессии поджали. Нави на собственном хайграунде. Они каждого одинокого героя Нави, который спускается где-то под фармить, забирают без проблем. Ну и они додавят. Уже Кунка у нас скоро начнет артефакты собирать. Как это не печально констатировать. У СД уже есть Форст Став. У Фантом Лансера уже более чем есть все, что угодно. А Флэк Кенон от хвоста ничего Фантом Лансеру не делает. Хвост убивает одного Некрономикона. У хвоста половину хп. Отлетает. Хвост уходит регенится на базу. Продолжают Некрай и иллюзии Фантом Лансера. Бить у нас Тауэр вместе с самим Фантом Лансером. Т3 сыпется. Понемножку, по чуть-чуть, но сыпется. И хвост не может отдефать. С Флэк Кеноном, без Флэк Кенона. Хвост против... Ну очень медленный хвост. Очень мало дэмэджа. Нет МКБ. Хвосту надо рапировать в этом файте. Это 100%. Иначе хвост не нужен здесь. Не нужен по факту вообще. Хвосту просто маст хэв в этом файте. Рапиру иных вариантов я не вижу. Пээлла ничем не убить. У Пээлла 2700 жизней. У него есть Доппергангер. У него есть Манта Стайл. У него огромнейший мукспид. Во-первых, благодаря Бутс оф Тревел. Во-вторых, благодаря Фантом Рашу. Кайзер у нас уже бластом тут пачки крипов сносит. Серьезный. 280 урон. Да, мощновато, конечно, выходит все у команды Лондон конспиресси. Ну и действительно, Нави очень несерьезно выглядит. Хвост заходит на хэкграунд. Вижен у команды Нави здесь есть. Хвост в курсе, что никого рядом. Полетела Птица. Птица чекает всю историю. Лес команды Лондон конспиресси виден. И Некра пошли у нас девардить. Пошли Некра, раздевардили всю эту ерунду. Развернулись и ушли. И опять все старания команды Натус Винцер впустую. Потому что Вижена теперь у них нет. А Лондон конспиресси могут свою жалкую птицу пускать куда угодно. И везде эта птица будет в безопасности находиться. Хекс уже появляется у Кайзера. Есть даггер. Третий Некра. 4000 золота на руках инвокеров. Приобретает БКБ к себе инвокер. 8-2-14. Кайзер просто унижает команду Натус Винцер. Квин оф Пейн. Зарабатывает себе агоним. Есть Огрклаб. Есть Линкен Сфера для Дэнди. Всего вроде бы и немало. Но с другой стороны посмотрите на Кайзера. 22 тысячи для Кайзера. И 13400 для Дэнди. На 10 тысяч почти отстает Дэнди. На 8600. Ну это очень много. Это прям невероятно много. При том что это одна и та же позиция. Мидлейн против Мидлейна. Это не мейнкерри против последнего несчастного саппорта. Ну и Санейка. 3900 за 39 минут. Просто по 10 копеек в минуту. По 100 копеек точнее в минуту. Зарабатывает у нас Санейка. Дороже было бы если бы Санейка просто стоял. Больше капает. По 2 копейки в секунду по моему капает игрокам. Без мастера. Есть 2 персика. Все. Скайларк уже сейчас будет с двумя пачками некров. С двумя праймал рорами. Так. Пошел Крик у нас на хвоста. Ну и хвоста разорвало здесь просто. Так он в линкен сфере и умер. И покатился хвост у нас. Хвост отъехал. У хвоста байбэк. Имеется. Хвост может байбэкнуться. Было бы только зачем. 2 пачки некров. Санейка украл. Айс Бласт. Нет не. Дефининг Бласт. Айс Бласт это другая история. Подалакрите. Мадара заходит на хайграунд. Пошел Бласт от Санейка. Тауэр. Команда Лондон Конспиресси забрала. И поплыл корабль. Корабль в артстайла. Как-то не парадоксально. БКБ. Юзайт у нас Фанник. Старается драться. У Кайзера уже Годлайк. Кайзер со своими некрами просто начинает серьезно продамаживать Тауэра. Дэнди в никуда отправляется униквейд. Команда Лондон Конспиресси просто разошлась. Они посмотрели на истерику команды Нави и ушли. И все. И ничего не сделать. Ничего вообще. Линкенсфера на Герокоптере. Говорили в чате, что Герокоптер под Линкенсферой в БКБ. Да просто неуязвим. Да класть все хотели на Линкенсферу и на БКБ. У Кайзера с руки. 200. У Фантом Лансера с руки. 180. Теперь 228. На кой пес кому нужна эта Линкенсфера? Вообще никому не нужна. Ну так сложилось. Так сложилось. Что-то не так пошло. Например, все. И Нави в этой игре очень серьезно проигрывает. Проигрывает 20 тысяч по золоту и по экспириенсу более 15. Я думаю, вы понимаете, да, к чему клонит хвост. У него есть демонедж. И явно не криты или не МКБ будет собирать у нас хвост. Потому что тут критами и МКБ просто не вывести. Либо издалека нормальный флэгкэнон на 5 ударов по 600 или там по 400. По всем по 450. Либо вообще ГГВП и не играем больше в долг. То есть трапира, мне кажется, обязательно для хвоста. Здесь других вариантов попросту быть не должно. Но для этого хвосту еще надо подфармить. Для этого еще 2 600 надо заработать. Нави на Роху готовы зайти. Дэнди, Линку надо бросать на хвоста. В узком проходе готовы файтиться Нави. Как раз под Бласт и под Метеор. Прям идеально будет. И под Торрент, и под Корабль. Да все просто. Разве может тут что-то плохое? Давайте соберемся кружком все. Поплыл у нас Корабль от Кунки. И Корабль в ответ поплыл у нас еще один. Нет, это был первый от Санейка. Кайзер под БКБ уходит. Хвост под БКБ на Кайзера. Через Лэккэнон можно забрать Спартана. Ракета полетела по Спартану. Дэнди за Кайзером. Кайзер, Бласт и кирпич по голове. И Дэнди в свиноформе у нас на лоу ХП. Отправляется в таверну. И Рубик у нас на лоу ХП улетает. И Фаника у нас разбирают. И трипл килл от Мадары в этом файте. И что ты хочешь ему рассказать этому Мадаре? У него есть Айвскаде. У него 4600. Он прилетает на крипов. Сюда же прилетает Кайзер. Минус сторона. Минус одна это точно. Я думаю минус вторая. Байбэков у Нави нет. Это гуд гейм был плейт 100%. 0-2. Вот с таким счетом начинает Нави. У нас драку. Драку я говорю за выход вообще. На основной этап Интернешнл. Приехали. Поздравляю всех фанатов команды Нави. Команда Нави сливает первую игру. Проигрывает со счетом 0-2 своим оппонентам. Да, впереди еще есть тигр. Но начало совсем немного обещающее. К сожалению. Угу. Смотри. Поздравляю. М içерзю. Продолжение следует...